Здравствуйте, в эфире современный разговор с директором Кавказского центра политического анализа Ахмеда Малили. Здравствуйте, Ахмед Бей. Рад вас видеть в очередной раз. Здравствуйте, Ахмед Бей. Как всегда, очень приятно быть на вашем канале. На моем канале. Ахмед Бей, значит, вчера, сегодня Азербайджан посетили президенты Словакии, президент Болгарии. Об этом мы поговорим позже, надеюсь. Сегодня наиболее мировое сообщество внимания приховано к Грузии. Южный Кавказ сегодня и всегда был превращен в площадки противостояния, статус-кво, который укоренившийся, так сказать, после 2008 года в регионе изменился в последствии победоносной Второй Карабахской войны, когда Азербайджан освободил свою территорию от оккупации. И окончательно это произошло в сентябре прошлого года. Тем не менее, мы и сейчас видим, что с Армении согласуются восемь сел, которые подлежат Азербайджану. Но сегодня внимание привлечено в основном к Грузии. Я надеюсь, что я не ошибаюсь в том, что именно туда привлечено. Закон, который называется закон об иноагентах или закон об иностранном влиянии. Многие оценки есть. Есть оценки, что это Россия пытается перетянуть Грузию на свою сторону вследствие того, в том числе, что она теряет позиции своей в Армении. Есть также оценки, что правящая партия Грузии как бы пытается избавиться от какого-то давления изгнеем и в собственных интересах проводит вот этот закон в жизни. Ожидается, можно сказать, что будут какие-то столкновения. Из Украины кто-то будет добровольцы. Что вы можете сказать о том, что происходит в Грузии? Потому что то, что сейчас происходит вообще на Южном Кавказе в разных государствах, это влияет на всю картину. Да. И поэтому... Ну, во-первых, да. Хотел... Какое будущее ожидает наш регион? Да. Благодарю за вопрос. В вашем вопросе там было очень много компонентов. Я думаю, что я пройдюсь по темам, которые, я думаю, что, возможно, сейчас и будет интересно нашим зрителям. Ну, я очень часто повторяю это, но я думаю, что я не способен до сих пор осознавать, что произошло в ноябре 2020 года. То есть Карабахская война 2020 года, он изменил очень много чего, и мы вот со временем поймем, какие другие последствия будут у этой военной кампании, у этой военной победы. И... Но одна вот сейчас себя проявляет, это то, что вдруг выяснилось, что... Я это так же называю эффектом Азербайджана или эффектом Карабахской войны 2020 года. Это означает, что все пытаются сейчас копировать удачливый пример. Азербайджан имеет огромный успех. Карабахская война 2020 года и сентябрьские военные операции до 2023 года, это уже показывает, что тот модел внешней политики, который есть в Азербайджане, его надо... его можно копировать. Его надо копировать. И это тот самый путь, который может привести к успеху. И я думаю, что по советскому пространству эта волна прошла. Все это как бы видят и пытаются как-то копировать этот опыт. А этот опыт является... Основная суть этого опыта является то, что оставаясь сбалансированным, но работая со всеми акторами в регионе. И в этом контексте традиционная роль Грузии – это прозападная сторона на Южном Кавказе, а традиционная роль Армении – это пророссийская сторона, которая интегрирована во все российские проекты в регионе. Азербайджан – такой балансированный, но экономически интегрированный в Запад с хорошими политическими отношениями с Россией. Вот такой вот модел был у Азербайджана. Мы за последние 2-3 года видим, что быстрыми, очень быстрыми темпами Армения хочет, создавать какую-то дистанцию между собой и Россией. А тот дистанция, который есть между Европейским Союзом США и Арменией в плане реалополитических коммуникаций, в плане кооперации, как касается экономики, геополитики и так далее. Вот в таких вещах Армения пытается сблизиться с Европейским Союзом и США. И таким образом копировать как-то Азербайджан в этом деле. И то, что происходит в Грузии, это тоже является частью этого процесса. Дело в том, что Грузия сейчас, за последние 2-3 года, Грузия тоже пытается создавать свои отношения с Китаем, нормализовать как-то отношения с Россией и показать, что он может играть со всеми акторами. Одновременно с этим мы также видим, что страны Центральной Азии, они тоже поняли, что надо обращать внимание своим соседям, которые находятся в западном берегу Каспийского моря. Это мы видим, что организация тюркских государств, у него появилось новое дыхание после Карабахской войны 2016 года. Это конец должна, вот результаты всего этого должны быть так, что вот страны Центральной Азии, они через Азербайджан и Турцию, они также должны иметь очень хорошие связи с внешним актом. И в этом контексте я, когда пытаюсь анализировать внешнополитические результаты, внешнополитические возможные последствия тех процессов, которые сейчас происходят в Грузии, я это понимаю. Но, естественно, есть точно даже внутрополитический контекст Грузии. Это уже совсем другой фактор. То есть, события, они не всегда имеют толку одного. Потому что вот такие события, которые происходят в Грузии, это по масштабу своему, они всегда имеют несколько причин, как в мире. И в этом контексте, я думаю, что, естественно, внутрополитический контекст Грузии тоже очень важен в этом контексте. Но я все-таки предпочитаю анализировать то, что касается внешней политики Грузии, внешней политики Гитаракова на Южном Кавказе. Но я еще раз говорю, не исключаю, что внутрополитический контекст в этом деле, он может иметь очень сильные последствия. То есть, возможно, грузинские мечты понят, что после тех событий, которые произошли за последние 34 года, грузинская мечта, там могут быть такие моменты, что они могут понимать, что финансируемые европейскими странами некоторые гражданские инициативы, они имеют более такой важный политический вес, они способны как-то отнимать первенство у грузинской мечты, или каким-то образом через них Европейский Союз или США могут сделать так, чтобы грузинская оппозиция была более таким консолидирована против грузинской мечты. Вот поэтому я думаю, что, принимая во внимание эти факторы тоже, очень даже возможно, что господин Ванишвили пошел на этот шаг. Но еще раз говорю, я себя считаю более компетентным, как бы анализировать то, что касается внешней политики. Ахмедвей, как вы относитесь к тому, что этот законопроект называют пара-расийским, что Грузия берет как бы крен в сторону России? Да, вы относитесь, я так понял, что политика Азербайджана, она привлекательна тем, что Грузии начали поднимать, что нельзя класть яйца в ладу в корзину, надо вести баланс, соблюдать. И тем более мы знаем, что в связи с тем, что существуют территориальные проблемы в Грузии, когда война началась в Украине, они были осторожны в отношении Москвы, не стали резко против выступать, потому что имеют уже горький опыт того, что произошло в 2008 году. Ну, русский закон, я думаю, что в этом деле, да, есть некоторые элементы, которые там беспокоят грузинское гражданское общество. И я думаю, что для Грузии, который вот все время себя проецировал как бы опотом демократии или маяком демократии в регионе, да, естественно, то, что касается, любой закон, который будет создавать проблемы между Европейским Союзом, США и Грузией, это, естественно, будет звучать как русский закон. Я думаю, что этот какой удачливый пиар-код со стороны грузинских представителей гражданского общества, что вот они назвали закон таким образом, тем самым это создаёт максимум, скажем так, негативного имиджа среди стран Европейского Союза и так далее, да. То есть это уже как бы не влияет в суд самого документа. Но я думаю, что да, вот те силы, которые борются против этого закона Грузии, они нашли очень удачливую пиар-схему, пиар-термин для того, чтобы обозначить, что это означает, что это означает для будущего Грузии. То есть, естественно, будет составить много проблем в отношении Грузии с Европейским Союзом и США. Вот поэтому это называется русским законом. А то, что касается вообще, нужны ли такие законы, я думаю, что в этом контексте, да, все государства должны, вот, вопросы транспарнтности, вопросы, которые касаются того, чтобы вот организовать нечто подобное, законы, чтобы понимать, какие группировки финансируются внутри страны. Это, я думаю, что любое государство нуждается в этом одновременно. тот баланс, когда гражданское общество тоже может работать и создавать связи с европейскими акторами, с акторами Америки, да, американскими акторами, это тоже очень важный факт, чтобы вот, это именно вот основная судья закона, вот, чтобы помочь создавать баланс, да, это надо делать. И если, ну, европейские, американские акторы, они финансируются через банковскую систему, как наши другие акторы, которые финансируют некоторые группы влияния внутри стран, они же финансируют не через банковскую систему, у них же схема финансирования идет совсем по другим каналам, да, как это делать? Вот поэтому такие законопроекты, я думаю, что в Грузии, которые понимают, они должны принимать во внимание, что есть другие каналы и другие страны, которые финансируются совсем по-другому, то есть этот закон должен принимать во внимание этот факт тоже. Ахмед Бей, я все-таки продолжу еще немного эту тему. Даже если этот законопроект не инициирован Россией, тем не менее заявление на Западе, в том числе Соединенных Штатов Америки, что если этот закон будет принят, Грузия теряет свои шансы влиться в семью Евросоюза, это идет плюс к Москве. С другой стороны, может быть и такая ситуация, что понимая, что Армения уходит из-под влияния Москвы, как-то согласована с Западом, что власти Грузии будут уже какую-то уверенную политику занимать, ведь не открыто пророссийскую, и как бы идет рокировка. Армения уходит на Запад, а Грузию отдают Россию. Возможно такое? Ну, тут для Азербайджана очень важен тот момент, что через какую страну будет проходить линейные коммуникации для Азербайджана. Для Азербайджана очень важно, чтобы он имел стабильную связь с Турцией и сторонами Черного моря. То есть это очень важный факт. Исторически этот ролик принадлежит Грузии. И Грузия в этом плане и с Азербайджаном. То есть я не думаю, что в Кремле кто-то боится потерять Армению. Я не думаю. А вот контроль над Грузией, а вместе с Азербайджаном Грузией, Азербайджаном это такой мостик, который соединяет Черное море с Каспийским морем, а дальше и центр Насии. Я думаю, что контроль над Грузией, он дает сейчас намного больше, чем контроль над Арменией. То есть если в этом плане, тут уже полная спекуляция. То есть если выбирать контроль над Грузией и над Арменией, я думаю, что любой актор на данном этапе, они предпочтут то, что иметь контроль над Грузией. Потому что, еще раз говорю, локация такова, что Грузия, что она одновременно может обеспечивать Азербайджану для выхода к Черному морю и к Турции. А вот в этом плане Азербайджан и Грузия, они как бы такой совместный мост. И в этом плане, если разорвать этот мост, то да, тут уже страны Центральной Азии, страны Кавказа, а тут уже через некоторое время можно контролировать все эти страны. Поэтому я не думаю, что кто-то готов обменять Армению на Грузию в этом контексте. Но то, что и Армения уходит в сторону Запада, я всегда был против такой трактовки, я всегда про это говорил. Да, на нарративном уровне Армения очень многое заявляло. Но смотрите, что заявляет посол Армении в Брюсселе. Он посол открыто заявляет, что идея наша того, что Армения уйдет под влияние России, это очень опасная идея, Армения себе такого позвать не может. Очень долгое время говорили, что Пашинян, он не будет участвовать в разном пророссийском проекте. А вот сегодня уже Армения информационное агентство говорит о том, что Пашинян уже отпыл в Москву для встречи. Непонятно, он будет участвовать в параде 9 мая или нет, но он сегодня там. Это очень важный факт. И обсуждают все эти вопросы с Путиным. Я думаю, что Пашинян придется очень много чего объяснить. Как минимум, начиная с августа 2023 года, не было такого стабильного связи между лидерами Армении и Россией. Если мы вспомним то, что было во время войны 2020 года, 6-7 раз в день Пашинян звонил Путину. А с сентября, точнее, я бы сказал, с августа 2020 года, там Армения практически не участвует в проектах АДКБ или не участвуют в других проектах, которые касаются России. А сейчас вот Армения уже поехал, лидер Армении уже поехал в Россию. Вот поэтому я тоже, как бы, эту идею, я серьезно не думаю, что мы должны рассматриваться серьезно. Ахмедвей, прежде чем я задам очередной вопрос, это уже будет по ситуации в Армении. Вчера пресс-конференцию провел Никол Пашинян. Он сказал, что на парад победы он не останется, потому что он в прошлом году участвовал там и не собирается каждый год там проводить, как говорится, время. На инаугурацию он не поехал, поехал председательствовать на мероприятии ЕАЭС. Что касается встречи с Путиным, мы помним, что в декабре Алиев и Пашинян были в Санкт-Петербурге, и там была, по-моему, такая краткосрочная встреча. Что касается того, что происходит в Армении, мы видим, идет процесс делимитации, демаркации. Уже сообщается, что 40 столбов пограничных установили, но мы видим, что идут акции протеста. И активно в это подключилась церковь, которой, как сложилось, традиционное неприятие, которое со стороны, точнее, взаимное неприятие церкви и Пашиняна. Плюс, возможно ли, что эти события также инициированы диаспорой, то ли российской, или же прозападной? Да, диаспор тут играет. То есть, когда дело касается церкви и диаспоры, я думаю, что в этом плане есть. Но одновременно с этим следует учесть, что церковь сама, церковь сам не был таким уж любителем Пашиняна, да, с самого начала. То есть, там конфликты возникали раз за разом, и это было видно. Но просто, возможно, таким образом, то, что делается в оппозиции, думаю, что это такой последний шанс, чтобы что-то предпринять против Пашиняна. Потому что после того, как границы делимитированы и демаркированы, это означает, что все ожидают какой-то длительной времени мира. То есть, после этого уже все болезненные, ну и за исключением анклавов, то, что касается Зангерзовского коридора, очень многие болезненные вопросы, они найдут свое решение, да. Это означает, что уже ничто не остановит интеграцию экономик Армении-Азербайджана, процесс нормализации между Турцией и Арменией. Это уже такой последний этап, я бы назвал. То есть, вопрос, который касается анклавов и Зангерзовского коридора, они найдут свое решение постепенно. И таких скачков, негативов между Арменией и Азербайджаном, я думаю, что не ожидается. Особенно после КОПа 29-го, да. И в этом контексте, мне кажется, что оппозиция вместе с церковью решили, что надо вот действовать, потому что после этого уже не будет шанса, да. После этого уже Армения ожидает какой-то экономический бум из-за того, что его экономика будет работать вместе с турецкой экономикой, азербайджанской экономикой. Перспективы мира в Армении будут такими, скажем так. Я знаю очень много стран, они своих инвесторов хотят привлечь в регион, но все ожидают того, чтобы пускай будет мирный договор между Азербайджаном и Арменией. То есть, если не будет мирного договора, эта территория считается очень рискованным, чтобы работать на этой зоне, на этом регионе вообще. А я думаю, что в этом плане Армения очень датство может привлечь к себе огромных инвесторов, особенно международных инвесторов. Вот поэтому, да, я думаю, что вот именно исходя из этих причин, оппозиция вместе с церковью решили действовать. И я бы сказал, что они копируют, ну уже всем ясно, они копируют Почняна. То, как Почнян прошел маршем по всем этим городам, а потом в конце оказался... И Ваня таким образом делал то, что было в 2018 году, то, что называется революцией, я думаю, что... Ну, я назову это переворотом, правительственным переворотом, но все равно я думаю, что в этом плане Почнян сам прекрасно знает, какие уязвимые точки есть у этого, вот, когда вы работаете таким образом, вот, проходите через всю территорию государства, а потом вы приходите в Ереван, и таким образом вы пытаетесь как-то свою мысль донести до аудитории, да? То есть, еще раз говорю, это последний шанс для оппозиции. Вот поэтому, да, они решили там позвать. Ну, да, это даже с высоты птичьего полета фотографии показано того, что, как и дюйверный митинг, это шествие в Ереван, буквально шаг за шагом повторяют то, что произошло шесть лет назад, но, тем не менее, мы помним, какие масштабы были шесть лет назад и сейчас. Поэтому, как бы, предполагать, что произойдет смена власти, то, что произошло тогда, в 2018 году, наверняка, не приходится. Сегодня, восьмое число, послезавтра будет очередная встреча министра иностранных дел Азербайджана и Армении в Казахстане. Как говорится, место меняется после того, как западная российская площадка как бы отпадает в силу того, что та или иная страна считает в данный момент неприемлемым. И предложение было, что в Грузии будут проходить. Происходит это теперь уже встреча для АО в Казахстане. Вот вы, кстати, в самом начале говорили, что успех Второй Карабахской войны также подстегнул к развитию пересмотра многих своих инструментов во внешней политике центрально-азиатских государств. Кстати, мы знаем, что и Баку, и Казахстан, они играют такую решающую роль, в том числе, когда примеряли Турцию с Россией, когда были нелегкие времена. В 2015 год, да. И вот сейчас очень даже говорится, что об возможности участия Пашиняна в КОП-29, с учетом того, что 7 декабря Армения отозвала свою на проведение у себя ПОП-29, и поэтому, как говорится, процесс идет. Как вы считаете, и заявление Пашиняна, что он надеет, что до ноября будет подписан Минный договор. Как вы можете по этому поводу высказать свое мнение? Да, я думаю, что то, что делает Казахстан, страна-член АДКБ, страна-член Организации Туркских государств, это такая позиция, как бы, да, равноудаленная позиция я от Армении, от Азербайджана. А будет ли Азербайджан отказаться от германских, скажем так, услуг Министерства иностранных Германии, когда они уже организовали несколько подобных встреч, я не думаю, я думаю, что в каком-то мере это место для встреч, это тоже будет продолжено. Но одновременно с этим, да, Казахстан имеет, ну, я думаю, что так я не первый человек скажу про это, но символичность того, что это все будет в Казахстане, в Алмате, в Астане, это в своем, вот как бы, так вот, полный круг, скажем так, начали оттуда, закончим там тоже, да. То есть, ну, естественно, я думаю, что в этом плане возможно, что в ближайшее время встречи будут проходить в Германии и Казахстане. Но посмотрим, какая реакция будет со стороны США тоже, потому что я думаю, что Америка тоже сейчас очень быстрыми темпами хочет вернуться в процесс. Дело в том, что визит посла США в Азербайджан и Шушу это, в своем роде, это очень такой акт, который привлекает слишком много внимания. Я думаю, что во время разговора президент Алиев повторил свою позицию господину Блинкину. И вот в этом плане я думаю, что все-таки Америка тоже заинтересована, как мне кажется, более активно участвует в процессе. То есть, я думаю, что в этом плане где-то между Германией, Казахстаном, Вашингтоном все это произойдет. И я уверен, что, более чем уверен, что, возможно, подписание всего этого произойдет до КОПа, КОП-29. И очень думаю, что это произойдет именно на границе Армении и Азербайджана. То есть, там тоже есть такая символичность. То есть, чтобы всех этих акторов как бы от себя не оттолкнуть, это очень даже правильный пункт. Я не думаю, что... Вот было бы очень, скажем так, символичным, если Пашиньян подписал бы с президентом Алиевым мирный договор в Баку во время КОП-29. Но я думаю, что со стороны армянского establishment это будет встречено не очень так тепло, потому что Пашиньян подписывает мирное соглашение в Баку. Да, это очень сильно, очень негативно может повлиять на его репутацию. Поэтому подписание мирного договора на границе между Арменией и Азербайджаном это очень даже возможно. И то, что уже есть какой-то отрезок границы, где процесс демаркации уже состоялся, это создает очень много позитива наших того, что эта встреча может произойти именно там. Ахмедеев, продолжая вот тему Армении, точнее закрывая ее, как вы считаете, присутствие российских салп военнослужащих, зависимость армянской экономики от России, вот вы сказали, что Россия не боится потерять Армию, она будет продолженной или Россия все-таки уйдет оттуда? И еще хотелось бы акцентировать внимание о том, что ничего не слышно о Франции последние месяцы. Ну, я думаю, что Россия, наоборот, увеличивает свое присутствие страны Южного Кавказа. Дело в том, что я про это говорил уже год-полтора, когда начали говорить про то, что роль России уменьшается, Россия ослабывает и так далее. Были такие мнения, но моя позиция всегда была в том, что если до февраля 2022 года для России Центральная Азия, Южный Кавказ, Балканы, там Восточная Европа, это все были очень важные регионы, да, в зависимости от тех процессов, которые сейчас происходят в Украине, а роль и ценность Южного Кавказа для российской политики будет расти и расти, потому что это Южный Кавказ, Азербайджан может обеспечивать проход для России в сторону Турции, в сторону Ирана, в сторону Ближнего Востока и даже Индии, да. То есть, получается так, что в этом контексте роль Кавказа для России, он даже, как по сравнению с другими регионами, он будет увеличиваться, и Россия в регионе, я думаю, что пытается усилить свое внимание дальше. То внимание, которое было оказано президенту Алиеву, это свидетельство о том, что в Москве как бы роль Азербайджана понимает и хотят работать вместе с Азербайджаном в этом направлении. То есть, у меня никаких сомнений насчет этого нет. Одновременно тем, что вот роль Франции, я думаю, что в этом контексте то, что посол вернулся, и после этого прошла информация о том, что Франция вот помощь для разминирования, ну, некоторые говорят о старой информации, но все равно то, что информация снова появилась на муфейских дней, это очень такой даже позитивный шаг. Я думаю, что в этом плане Франции тоже есть силы, которые хотели бы очень эффектно и продуктивно работать с Азербайджаном. Да, это не президент Макрон, точно, но вокруг него тоже есть очень влиятельные бизнес-круги, которые, они могут ему объяснить значение Азербайджана для всей политики Франции. Я думаю, что те решения, которые были приняты, вот знаете, я согласен с теми идеями, с людьми, которые говорят, что в Азербайджане нет проблем с Францией, в Азербайджане есть проблема с одним человеком Франции, да, вот этот человек, то есть сейчас, является президентом Франции. Поэтому, да, возможно, следует подождать более лучших времен для этих отношений, но французо-азербайджанские отношения, они имеют свой базис, свою норму, и то, что происходит между Францией и Азербайджаном за последние 2-3 года, это не норма для этих отношений, да, мы видим, в прошлом, мы видели, что насколько интенсивно Пакуи и Париж любят работать друг с другом, я думаю, что через некоторое время это сотрудничество может вернуться на тот самый уровень, но, правда, есть некоторые моменты, и Пакуи и Париж должны это учитывать. Ахмедбер, перейдемте к Азербайджану. Мы уже отметим несколько моментов, касающихся внешней политики Баку. Мы привыкли к тому в последнее время, что, как вы сказали, Армения была, смотрела на Россию, Пилисия на Запад, сейчас все меняется, вообще в мире все меняется, в связи с тем, что произошло после пандемии COVID, войны в Украине, на Ближнем Востоке, и поэтому Баку привлекает свое внимание к себе, тем, что вот ПОП-23, здесь вообще очень много мероприятий такого мирового масштаба проходит с участием Баку. Баку возглавлял движение присоединения, и вот за последние дни два визита было представителей Евросоюза, Словакия и Болгария. Как вообще в Баку будет дальше плыть в этом турбулентном мире, который вот сейчас активно стал затрагивать и соседей Азербайджана по Южному Кавказу? Да, я думаю, что в этом плане для Азербайджана очень важно иметь выгод к этим странам, поэтому мы правильно говорили, что Азербайджану нужен стабильный выход к Черному морю, Тодзи, но это то, что Азербайджан посещает представителей, президенты, лидеры стран Южного, Южной Европы и Балканах там и других вот таких плюс Восточной Европы, это показатель того, что уже эти страны, они свой интерес работать с Азербайджаном проявляют намного ярче, другие страны, именно такие отношения строятся странами Европейского Союза, потому что вы должны быть, должна быть группа стран, которые должны ваши интересы защищать Европейского Союза, или они должны показать, что работа с вами, с Азербайджаном для них очень важна, и таким образом они пытаются делать все возможное, чтобы отношение Европейского Союза с Азербайджаном тоже осталось поистинным бросили, да, это безусловно поистинный шаг, и одновременно с этим странам показывает, что некоторые страны могут иметь какую-то позицию, которая касается Азербайджана, такую могут критиковать Азербайджан, но одновременно с этим они должны, они пытаются показать, что они готовы сотрудничать, то есть они отличаются, их позиция отличается от позиций других стран Европейского Союза, и безусловно в этом плане Азербайджан восползуется шансом, то есть такие страны, да, они маленькие, они такие влиятельные, чтобы идти против более, скажем так, экономически сильных стран, участников блока, но все равно они тоже могут иметь очень важную составляющую в этой политике, и то, что касается вообще событий, которые происходят, я думаю, что в будущем это себе очень позитивно покажет, и по отношению Европейского Союза с Азербайджаном тоже. Да, Баху стал первым государством, которое проявило себя Евроигры, Европейские Ивры, и Баху стал первым государством, одновременно принявшим Евроигры и Исламия. Когда мы сегодня говорим о визитах президента Словакии и Болгарии, президент Азербайджана, когда приносил присягу по итогам выборов президентских февральских, он сказал, что приоритетом в том числе внешней политики является исламский тюркский мир. Тюркский мир и когда мы говорим о том, что два визита сейчас состоялись, до этого проходил очень огромный большой порог в Баку, можно было и упомянуть то, что в апреле в течение трех-четырех дней президент Азербайджана посетил сначала Россию, а потом принял президента Кыргызстана, а потом посетил Германию. То есть и еще хотелось бы отметить то, что когда многие как-то скептически относились к Баку, что он строит свои трубопроводы и железные дороги там Баку-Тбериси-Джейхан и Эр-Зу-Рок КАС в условиях, когда наши были территории оккупированы, тем не менее сейчас мы видим, что вот эта вся логистика, которая создана к ней подключается отовсюду, она как сердце, которое управлять будет вот этими движениями кровеносных сосудов между различными странами, и это тоже в том числе привлекает внимание различных акторов, как вы сказали, кто-то может относиться политически негативно к нам, тем не менее это все в совокупности сделать нас очень интересными для всего мира. да, полностью согласен, я думаю, что вы сказали все нужные точки, то есть в этом контексте эффект Азербайджана, я возвращаюсь к самому началу нашего разговора, я до сих пор не осмеливаюсь сказать, что я понимаю, что произошло нарябре 2020 года. Эффекты Карабахской войны, победа во время этой войны, это себя покажет с очень разных сторон, очень длительное время, и возможно это уже показывает вот то, что президент Сербии, он все чаще и чаще звонит президенту Аль-Еву, вот с другими представителями Венгрии понятное отношение, то есть это показано что очень много чего изменилось, когда дело касается Азербайджана, Азербайджан приобрел совсем новый статус, и последние события тоже вывели Азербайджан на новый уровень, и есть очень много стран, которые пытаются как-то скопировать опыт Азербайджана, то есть почтивный опыт, он заразительный, все хотят его копировать. Спасибо большое, Ахмед, возможно я какую-то систему не затрону, но если у вас есть желание высказаться по поводу того, что происходит сегодня в мире. Благодарю, было приятно общаться с вами, но я думаю, что задавать вопросы оставлю вам и зрителям, если там будет кто-то из желающих комментарий, что-то написать, мы в следующий раз можем этот вопрос обязательно обсуждать. Спасибо большое, уважаемые дамы и господа, вы смотрели интервью с директором Кавказского центра политического анализа Ахмеда Малили на моем авторском YouTube-канале современный разговор с Василием Бабаевым. Спасибо большое, Ахмед Бей, всего наилучшего, до новых встреч. Вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok